И прямо сейчас обсудим этот телефонный разговор с российским политиком Леонидом Гозманом и украинским политологом Владимиром Фистенко. Они оба с нами на связи. И вот первый вопрос мой, собственно, о том, почему разговор состоялся по инициативе Украины, ну если верить словам Пескова. А узнали мы об этом от того самого Пескова, пресс-секретаря президента России. Этот первый вопрос я Леониду адресую. Ну вы знаете, что там, чья там на самом деле инициатива, это никогда неизвестно, да? Поскольку Владимир Путин самый великий, то они всегда говорят, что инициатива разговора была за той стороной. Ему вообще ни с кем разговаривать не надо, а все просят его о разговоре. Это вот нормальная вообще для него ситуация. Но мне кажется, что сам разговор, во-первых, если была инициатива у президента Зеленского, то он прав, он молодец. И вообще, мне кажется, сам факт разговора, это победа президента Зеленского, это победа Украины, мне кажется. Потому что Путин явно уклоняется от разговора, а тут он не смог уклоняться. Думаю, что это связано с этой шестисторонней встречей, которую предложил господин Зеленский. Вот об этом мы еще поговорим, Владимир. А согласны ли вы с Леонидом о том, что это победа Украины, победа Зеленского? И, собственно, кто выступил, возможно, инициатором этого разговора? Ну, о победе пока рано говорить. Думаю, что, как говорится, цыплят по осени считают. Вот подождем, будут ли конкретные последствия, какие-то результаты. Думаю, что они будут ни сразу, ни скоро. Но я согласен с тем, что сам факт такого разговора – это уже очень серьезное дело. Думаю, что, скорее всего, разговор действительно был по инициативе Зеленского. И, вот как правильно отмечено в вашем сюжете, почти наверняка толчком к этому разговору стало вот это знаменитое видеообращение Зеленского «Давайте поговорим». Такие встречи вот даже в телефонном формате, вернее, такие разговоры, переговоры даже в телефонном формате их, как правило, готовят несколько дней. Согласовывают время, график двух президентов, конкретные, скажем так, детали, о чем нужно говорить. Поэтому, как я понимаю, Зеленский хочет максимально ускорить переговорный процесс. Он об этом вел речь в Берлине и Париже. Поэтому вот уже сейчас идет подготовка переговоров на высшем уровне в нормандском формате. Помощники лидеров стран нормандского формата должны встретиться в июле. Ну и последние события, видимо, подтолкнули Зеленского к тому, что надо на Путина давить, чтобы все-таки тема освобождения украинских моряков уже обсуждалась. Нельзя ждать осени какого-то периода времени, когда Путин даст соизволение согласиться на такую встречу. И хорошо, что уже сейчас хотя бы в телефонном режиме эта тема уже обсуждается. Вот расширение нормандского формата, о котором заговорил Зеленский, о котором, собственно, обмолвился тоже Путин. Возможно ли это, Леонид? Ну а почему нет? Конечно, возможно. Пойдут ли на это иностранные лидеры? Трамп, например? Ну, слушайте, откуда я знаю? Трамп человек столь же непредсказуемый, как Владимир Владимирович Путин. Вот даже более непредсказуемый. Но на самом деле, почему бы и нет? Почему бы и не пойти? Вот. Но я хочу обратить ваше внимание вот на что. Посмотрите, когда вот в вашем сюжете, когда вы показали синхрон господина Путина, мне кажется, что он выглядел несколько растерянным и неуверенным. Потому что, понимаете, ему очень этого не хочется. Он бы согласился, возможно, принять Зеленского, именно принять Зеленского как просителя у себя, но разговаривать с ним наедине и сказать ему, так, сверху с ним разговаривать. А в рамках вот такого формата, как предложил ваш президент, это невозможно. Потому что Путин не сможет говорить, нас тут не стояло, тут шахтеры с трактористами. Ну, вот, понимаете, вот один на один можно какую-то ахиню внести, а так ее внести нельзя. И обратите внимание, насколько ему этого не хочется. У него проскочило вот это, что Тереза Мэй, она вот уже уходит, в каком качестве ее приглашают? Вот, как бы, вот, а ты мне объясни, в каком качестве. А, между прочим, Трамп может в 20-м году уходит, в каком качестве его приглашают? Зеленский предложил пригласить лидеров государств, а не конкретно там Тереза Мэй. Смеется Тереза Мэй на другого премьера, будет другой человек, какая разница? Вот о разговорах один на один. Хочу услышать мнение Владимира Фисенко, потому что в Украине достаточно популярна мысль о том, что как раз один на один им переговоры вести не стоит. А вы как это оцениваете, такую возможность? Ну, на самом деле, есть политики и эксперты отдельные, которые говорят, что надо один на один, что это единственный правильный формат. Но, насколько я знаю, все серьезные и политики, и эксперты, в том числе наши, скажем так, зубры переговорного процесса, в том числе участники Минского переговорного процесса, и вот Евгений Кириллович Марчук, который участвовал в переговорном процессе, и сейчас Леонид Данилович Кучма, они все считают, что все-таки необходим коллективный формат. Прежде всего, потому что таким образом будут гарантии, гарантии каких-то формальных и неформальных договоренностей, и согласий со стороны Путина, потому что, вот как очень хорошо описал бывший президент Франции Оланд в своих мемуарах, Путин ведь может говорить одно, а потом говорит совершенно другое. Он очень циничен и коварен в переговорном процессе, поэтому должны быть свидетели и посредники. Так что Зеленский, видимо, это уже знает, ему это уже, ну при всем, при том, что у него действительно опыта очень немного в этом плане, но ему, думаю, уже объяснили, что наилучший формат это формат коллективный. Идея расширения нормандского формата, она, кстати, очень популярна в Украине. Во время президентских выборов об этом говорила Юлия Тимошенко, до этого тоже идея высказывалась. И Зеленский, видимо, ее взял на вооружение, и он пытается не только оживить переговорный процесс, но и задать встречные инициативы, чтобы за ним была инициатива, а Путин пусть отвечает. Леонид, один на один встреча, кому более выгодна, если можно коротко? Я согласен с Владимиром и с теми, кто считает, что лучше в многостороннем формате. Ну, потому что, ну, обманет, во-первых, обманет, во-вторых, один на один можно проще валять дурака, понимаете? Вот проще забалтывать вопрос, да? А когда это будет в присутствии лидеров мира, фактически, да, то это, в общем, делать тяжелее. И я думаю, что это правильная инициатива президента Зеленского. И, разумеется, я, наверное, зря сказал слово «победа» вначале, да, и Володя меня совершенно справедливо поправил, что это еще насчет победы, непобеды, мы еще посмотрим. Но это успех, я бы так сказал, что это успех. Что ж, спасибо вам большое за этот разговор. С нами на связи был украинский политолог Владимир Фисенко и российский политик Леонид Гозман, соответственно, из двух столиц, из Киева и Москвы. Спасибо. Спасибо.